Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать о том, что мне особенно полюбилось в это время года, о своих открытиях и фаворитах. И большую часть из того, что я на сегодня подготовила, я заказывала несколько месяцев тому назад. За это время я все хорошенько протестировала и сегодня готова поделиться с вами своим мнением. Это видео мы снимаем совместно с iHerb, который был есть и остается моим самым любимым местом, куда я отправляюсь в первую очередь, когда я нахожусь в поиске чего угодно. Когда мне нужны качественные приправы или что-то оригинальное, интересное, я всегда это нахожу там, когда мне хочется попробовать новую косметику, особенно корейскую, у них огромнейший ассортимент. Вообще на сайте представлено свыше 30 тысяч разнообразных натуральных артикулов и они доставляют в 150 стран. Поэтому если вам интересно, сколько будет стоить доставка и сколько это займет по времени, я оставлю вам ссылку внизу, там вы можете все посмотреть. Если у вас все-таки остались какие-то вопросы, то на сайте есть техническая поддержка, которая работает 24 часа 7 дней в неделю и осуществляется на 10 языках, в том числе на русском. А что касается качества, то у меня никогда не было никаких сомнений или проблем, мне ни разу не доставили что-то просроченное, не было ни одной такой непонятной ситуации, поэтому я сама лично уже на протяжении нескольких лет являюсь верным клиентом iHerb. Но теперь давайте начнем. Первый мой любимец от корейского бренда Petite Fee, если вы помните, то я много-много раз хвалила именно их патчи под глаза и когда они выпустили новую линейку Sagawa, я не смогла пройти мимо. Но тут такой момент, мне пришлось вылавливать эти патчи на iHerb, потому что они пользуются бешеной популярностью, многие их оценили, многие их хвалят и я нахожусь в их числе. Почему? Во-первых, эти патчи очень классной формы и они в этот раз такие синие, яркие, я всегда храню их в холодильнике, здесь очень много вот этой эссенции, поэтому они не высыхают. На самом деле это уже вторая моя баночка и когда уже патчи закончились, эссенция все еще осталась. Теоретически этих патчей хватает на 30 дней ежедневного использования, но я пользовалась не каждый день и все равно эта жидкость никуда не испарялась, она все еще оставалась в баночке до самого конца. Я должна признаться, что март и апрель это всегда самые худшие бьюти месяцы именно в моем случае, потому что я выгляжу настолько уставшей, бледной, какой-то такой, не знаю, измученной жизнью. И когда утром я просыпаюсь, мне хочется хоть немножко освежиться, убрать какие-то припухлости, синяки, я всегда пользуюсь патчами под глаза и эти патчи создают такой приятный холодок, но это не покалывание, они не жгут. И то, чем они отличаются от предыдущих, по моему мнению, это эффект увлажнения, то есть они реально увлажняют. Короче, на данный момент это мои самые любимые патчи, они еще и хорошо осветляют область под глазами, это то, чего я ожидаю от такого плана средств. Очень-очень многие спрашивают, чем же заменить кислоты, как поддерживать эффект свежей, обновленной, чистой кожи в теплое время года, я скажу так, что я полностью кислоты не убираю. Я оставляю самые маленькие концентрации, если у вас остался, к примеру, миндальный тоник с 5% или 5% гликолевый тоник из iHerb, Pixi, Revival Labs, по-моему, называется. Продолжайте ими пользоваться, но один, максимум два раза в неделю, именно вечером, перед вашим основным уходом, пройдитесь этим тоником. Я думаю, что большинство из моих зрителей не проводят целый день на пляже, когда самое активное солнце, если так, то я вам завидую белой завистью. Я же знаю, что большую часть времени я буду работать дома, и ничего страшного, если вот таким легким кислотным тоником мы будем проходиться по лицу несколько раз в неделю. Или если у вас есть от Derma E, классный пилинг из моих фаворитов года с 5% Ахаки Сот, тоже можете продолжать им пользоваться. Но, к примеру, не оставляйте на всю ночь, а нанесите на час перед сном, дальше смойте его и основной уход. Я же, наконец-то, попробовала вот такой пилинг от бренда Derma E. Это уже классическая форма пилинга, то есть такая кремово-гелевая консистенция с большим количеством крупных частичек. Мне нравится отдушка, она такая, знаете, ненавязчивая, очень нежная, и здесь большой объем, хватит надолго. Я даже больше пользуюсь этим средством как бы в качестве отшелушивающей маски, наношу не слишком плотным слоем, и когда распределяю, не сильно отру, оставляю на 2-3 минуты, и когда смываю, о господи, какая же ровная, отполированная, гладкая кожа после него. Это восторг. Мало того, на второй день равномерный цвет лица, и кожа такая прям обновленная. Мне очень нравится, если вы ищете такой более лайтовый вариант скраба, то я уверена, что вам тоже понравится. Я как-то показывала вам сыворотку от Авалон Органикс, она идет с витамином С, точнее с аскорбиновой кислотой. Она очень легкая по действию и по консистенции, но это как раз то, что помогает мне удерживать полученный от кислот эффект. То есть она чуть-чуть разглаживает рельеф, она чуть-чуть осветляет кожу. Куда мне еще осветляться? Я к тому, что когда есть какие-то красные пятнышки, то она помогает избавиться от них. И по отзывам, опять же, я докупила вот такой интенсивный крем. На данный момент это мой ночной уход, кроме тоника и очищения, господи, миллион банок. Это то, что помогает удерживать мою кожу в хорошем состоянии. Эти два средства дают мне комплексное действие. То есть это легкое отшелушивание без сухих участков на лице и очень хорошее восстановление питания. Здесь много натуральных компонентов, в том числе и сок алоэ, который находится на первом месте. Он успокаивает и заживляет тоже. Вот когда пользуешься чем-то с аскорбиновой кислотой, то все ранки затягиваются лучше и быстрее. И, кстати, красные пятна тоже, если и остаются, то они очень быстро проходят. Консистенция у этого крема, о сыворотке я как-то рассказывала, когда она легенькая, нет ощущения очередного слоя на лице. А вот крем кажется плотным, но он очень хорошо и быстро впитывается. Для меня это все-таки больше ночной уход. Так как летом, когда станет по-настоящему жарко, я выбираю что-то еще легче. И если вы хотите попробовать, не сразу тратиться на какие-то средства с витамином С, приблизительно они работают так же. Только вот здесь нет сыворотки с витамином С. У Андалу Нейчерлс есть вот такие наборы, я покупала два по ошибке. Одним пользовалась сама, а второй оставила для мамы. Здесь есть и умывалка, очень приятная кремовая, она не сушит. Она, конечно, очищает не до скрипа, но мне такое нравится. Я всегда выбираю такое очищение. Тоник с витамином С, моя любимая гликолиевая маска, которую тоже можете продолжать пользоваться. Она у меня есть в полном размере. Ночной крем и дневной. Вообще-то я планировала купить ночной крем от этого бренда, но захотелось попробовать все как бы из одной линейки. Поэтому сейчас вот так. Но от чистого сердца также рекомендую. Это достойнейшие средства. Очень универсальные. И я даже не могу сказать, кому они могут не подойти. То есть, если хотите попробовать что-то, что реально будет классно работать на вашей коже, то я думаю, что стоит обратить внимание. Уже который раз вернулась к этому шампуню, еще раз убедилась в том, что он лучше всего подходит моим волосам. Компания Desert Essence славится своими более щадящими составами для кожи нашей головы и для волос. И вот написано, что он должен придавать волосам гладкость и блеск. И это реально так. Здесь в составе есть яблочный уксус, протеины киноа, масло чайного дерева. Также что-то там из дикого тимьяна и розмарина. Аромат у этого шампуня такой натуральный, но не отталкивающий. Скорее свежий. Очень приятный. Мне не нравится, когда шампунь пахнет каким-то кокосом, чем-то сладким. И вот его самое главное преимущество, конкретно для меня, это то, что с ним мне не приходится мыть голову каждый день. А это так экономит время по утрам. Вы меня понимаете. Одна моя зрительница попросила меня посоветовать увлажняющую маску из iHerb, только не в виде тканевая, такой обычной классической. Я поняла, что я никогда ничего не пробовала. Взяла себе Cosrx. Эта маска идет с рисом и она наносится на ночь. Вообще-то сначала, когда я первый раз ее выдавила, я думаю, она такая плотная, но она так, как у корейцев бывает, начинает таять и превращается в гель. То есть тоже практически не ощущается на лице, как что-то жирное, благодаря, благодаря в кавычках, чему вы прилипаете к подушке. Наоборот, она такая тоненькая и круто работает. Когда я делала сама себе кислотные пилинги, я выбирала именно гелевые маски для восстановления. И эта маска оказалась еще лучше многих дорогих, которыми я пользовалась. Мне не хочется после нее поскорее бежать умыться. Ее можно пользоваться в качестве ночного ухода или как экспресс-вариант. То есть нанесли на 15-20 минут, смыли и дальше основной уход. И утром просыпаешься, нет вот таких пор, иногда увлажняющие или питательные маски этим грешат. То есть они как бы расширяют поры и утром ты смотришь на себя и не можешь понять, что произошло. Тут же ты просыпаешься свежей, с такой хорошо качественно восстановленной кожей. Мне нравится, что у COS-RX нет каких-то бешеных отдушек. Вот иногда берешь сыворотку, не знаю, с ароматом апельсина. Дальше крем, пахнущий какими-то травами. Потом, если еще и маска чем-то пахнет, то это караул. Она очень хорошо дружит с остальными сыворотками. Она очень универсальная, подойдет любому типу кожи. Мне кажется, что это отменный вариант именно на теплое время года, когда не хочется кожу перегружать чем-то. Может я сейчас не должна этого показывать, но мне так понравился по действию тоник с ретинолом от Pixi, что я не могу молчать. Я поделюсь с вами. Это чудесное средство, которое еще лучше работает на мне, чем кислоты. То есть выполняет все те же функции, но при этом не пересушивает. Моя кожа с ретинолом цветет. И это то, к чему я буду присматриваться в следующем осенне-зимнем сезоне. Я все же считаю, что когда в свободном доступе что-то можно приобрести с очень маленькой концентрацией, если вы ответственно подходите к тому, что вы делаете со своей кожей, если вы следите за обновлением SPF, о том, что мы уже пользуемся каждый день, когда выходим на солнце. Мне кажется, что это золотое правило. Уже не стану повторяться, но по сути это и сделала. В общем, я на свой страх и риск попробовала. Это фантастика. У меня гораздо меньше высыпаний. У меня, ну еще плюс витамин С. Но я должна сказать, что я пользуюсь этим средством не каждый день. Максимум два раза. То есть, когда я смываю макияж или просто умываюсь, я наношу тоник. Кстати, он не стягивает как-то безбожно кожу. Он не жжет, он не вызывает покраснения. Почему я решила попробовать ретинол? Мне было так интересно, но кожа была какой-то чувствительной, и на кислоты она не очень хорошо реагировала. У меня всегда так в межсезонье. Кожа больше пересыхает. И я решила, давай ретинол, давай что-то будем мазать. И я наношу этот тоник где-то минут 40, ничем не пользуюсь. То есть, он себе там поработает. И дальше или вот эту увлажняющую маску, или основной базовый уход. Вот мне очень нравится сейчас крем от Клэрс. Я им пользовалась и в прошлом году в это время. Он безупречно подходит мне даже на день. Вот с какой-то увлажняющей сывороткой или без нее. Его можно комбинировать и с витамином С. В общем, в те дни, когда я не пользуюсь вот этим, просто два раза в неделю протираю кожу тоником и поверх увлажняющую маску, или что-то мне взбредет в голову. Я большой экспериментатор. Ну так, говоря о скромном уходе, тоник и просто крем. Вот. То, что я взяла себе именно на теплое время года, это и тоник, и сыворотка 2 в 1 от бренда Хеймиш. Я не устояла и начала ею пользоваться, но прошло не так много времени, чтобы я сказала, что это нужно всем. Просто вот такой продукт существует. Очень интересный формат. То есть, это легкий серум в виде спрея. У него очень мелкое распыление. Мне кажется, что я наношу в два раза больше, чем нужно, потому что мне надо, чтобы чуть ли не текло, и я так пш-пш-пш-пш очень много. Я положила глаз на это средство в первую очередь из-за состава. В самом начале уже нет воды, это огромный плюс. Много растительных экстрактов и также неоцинамид. И вот, когда летом я пользуюсь средствами с этим компонентом, я заметила, что поры не забиваются, лицо имеет, ну, кожа имеет равномерный оттенок. Все то, что в принципе выполняют мои любимые кислоты, витамин С, просто когда ты пользуешься и тем, и другим, вместе это работает супер круто. И неоцинамид, он очень хорошо влияет на проблемную кожу. Когда у вас регулярно появляются какие-то воспаления, неоцинамид очень-очень спасает в таких ситуациях. То, что мне не нравится, это очень активный аромат розы. И когда распыляешь это средство по всему лицу, и оно попадает на губы, то оно очень горькое. То есть, такой продукт, знаете ли, будем посмотреть. Много обещаний, но это та новинка, которая меня больше всего интригует. Как и говорила, я заказала себе очередное средство из линейки с Агавой от Petit Fee. И когда я забрасывала эту упаковку в корзину, я была уверена, что я докупила еще одну упаковку патчей. Я немножко удивилась. Когда это все получила, смотрю свой заказ, думаю, ладно, буду пробовать. И слушайте, это бомба. Маска должна охлаждать, успокаивать, питать, освежать. Здесь есть кофеин, и я советую вам хранить их в холодильнике. У меня был такой сложный день вечером. Мне просто хотелось упасть на кровать и вообще не думать ни о чем. Я достала эту маску. Она состоит из двух частей. И она не тканевая, а именно как патчи под глаза. То есть, такой плотненький гель. Без проблем наносится. Главное, нанесите ее правильной стороной, чтобы она не сползала. Лучше не разговаривать. Просто закройте глаза и полежите с ней полчаса. А вообще, утром, если вы страдаете отеками, то это ваша тема. Вот такие гидрогелевые штуки очень хорошо убирают отеки. Это то, опять же, с чем я сейчас сражаюсь. Но весна, все цветет и пахнет, но не я. Что-то пошло не так. Зато, спустя полчаса я уснула с этой маской. Я бы не сказала, что она супер круто увлажняет. Я люблю под нее нанести что-то еще такое, эссенцию от Миши. Вообще, под любую тканевую маску это желательно делать. И вот тогда действительно есть хорошее увлажнение. Но эта маска реально круто охлаждает, успокаивает. Но у вас нет такого впечатления, что вы таких ощущений, как будто ты лицом запихнулась в морозилку. Нет, то есть, это все очень приятно. Это настолько расслабляет. И это как бы подтягивает кожу. Она такая плотненькая. И вот мне даже не хотелось снимать эту маску. И я считаю, что они не дешевые, но они реально отрабатывают свою цену. Мне очень понравился этот запуск. И патчи под глаза. И маска на все лицо. И вообще-то это вторая маска в моей жизни такого формата. То есть, в виде гидрогеля. И второй раз я говорю, что это вау. Уже все рассказали об этой волшебной пудре от Innis Free. Это минеральная матирующая пудра в очень удобной упаковке. Она вообще недорогая. Я специально храню здесь пуховку. Когда я куда-то поеду, буду пользоваться прямо ею. Она очень мелкая. Она не выбеливает кожу. Она хорошо на нее влияет. То есть, если у вас проблемная кожа, в принципе, она подойдет любому типу кожи. Если вам нужно хорошее мотирование, то вы знаете, где его найти. Сначала мне показалось, что она не слишком мелкая. Но просто по ощущениям она несколько другая, чем вот все пудры, к которым я привыкла. Она такая тоненькая. И хорошо наносится, не выбеливает. И очень круто мотирует. Я думаю, что это как раз то, что многие девушки ищут. Я наношу ее. Или тогда, когда снимаю на Т-зону, для того, чтобы ничего не блестело. У нас сегодня очень жарко. Я снимаю при дневном освещении на солнечной стороне. И, как видите, кожа у меня не блестит. И последний мой фаворит. Точнее, мой и мужа. У нас просто разные версии, но от одного бренда. За последние месяца полтора я попробовала много новых умывалок. И в основном это были разочарования. То есть, или сжет глаза, или сушит кожу, или недостаточно хорошо смывает какой-то там слой косметики. Короче, я пробовала по-разному. И в разочарованиях вы посмотрите, что через мои руки проходит не только все самое хорошее. Я снова вернулась к вот этой умывалке от ЦРВ. И она настолько бережно очищает кожу. Вообще не пересушивает. Она досмывает тушь. В общем, здесь такой большой объем. Промышленный, как я люблю говорить. И вот я еще раз убедилась в том, что это безупречное средство на то время года, когда кожа пересыхает. Если она у вас нормальная, склонная к сухостям. Если вы делали какие-то кислотные пилинги и кожа чувствительная. В общем, во всех непонятных случаях я пользуюсь вот этой умывалкой. Она не пенится, она без запаха. И ЦРВ тоже представлены на iHerb. Есть еще и поменьше упаковки, если вы не хотите брать сразу такую бадью. Так вот, мой муж пользуется вот этой. Я показывала вам в пустых баночках, что он использовал целую такую упаковку. Это средство предназначено больше для комбинированной жирной кожи. То есть, это разные варианты, видите. И оно уже пенится. Если вам нравится такое более глубокое очищение, я не хочу говорить агрессивное. Потому что в случае с ЦРВ это как бы не совсем уместное слово. Но это действительно очень хорошее очищение. И если летом, весной у вас больше жирнится кожа, и вы хотите прям так хорошо умыть лицо. И при этом, чтобы оно, знаете, не пересыхало до такой степени, что ты уже не можешь выдержать. И дождаться, когда ты нанесешь свой какой-то там тоник увлажняющий или увлажняющий крем. И мой муж говорит, что когда он пользуется вот этим средством, у него как-то более сбалансированная кожа. То есть, даже когда прохладно было, ему не хотелось пользоваться суперпитательным кремом. То есть, очень-очень заслуживает вашего внимания. И еще на iHerb я нашла, это уже последнее. Вот такой набор, просто делюсь с вами полезной информацией. Мне нравятся кисточки от Real Techniques. Особенно вот это для румян. Вот это я наношу кремовые тени. У меня все вот эти кисточки есть по отдельности. Просто за 19 долларов можно сейчас купить 4 кисти и спонж. И это базовые кисточки, при помощи которых вы сможете выполнить, в принципе, любой макияж. Эта кисть хорошо подходит для тона. Я люблю сейчас наносить всякие легкие биби-кремы вот такой штукой. И тогда вот такой штукой. Вот такой кистью не слишком плотной. То есть, слой не получается толстым. И при этом при всем все равномерно распределяется. Также я сейчас много чего тестирую, поэтому мне нужно много кисточек. Вот этой кистью можно и припудриваться, и для бронзера, и для румян. И эти кисти, так как я сказала, у меня есть. И они очень долго служат. Из них не выпадает ворс. И еще вот эта вот кисточка маленькая. Она очень хорошо подходит для нанесения пудры под глаза, для хайлайтера, для контуринга носа. Если вам такое надо. И спонж. Спонж никогда не помешает. Я сейчас еду в путешествие. Так что теперь у меня есть такой дополнительный спонжик, который я просто положу в дорожную косметичку. И не буду переживать, что я забуду его. Так как спонж для макияжа это просто необходимая вещь моей косметички. На этом у меня все. Как обычно все полные названия и ссылки я оставляю внизу в инфобоксе. И хочется еще также обратить ваше внимание на то, что когда вы заказываете какой-то уход или БАДы. Или не знаю, что угодно из питания. Обращайте внимание на то, или хотя бы подумайте о том, где и как хранятся эти товары на складе. У iHerb все склады оснащены климат-контролем. То есть у них там кондиционеры. И это для вас, как для покупателей, дополнительная гарантия. Все. На этом мы прощаемся. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.